Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа на связи с муниципальной властью, как всегда по средам, уже в новое время. В 20.00 мы выходим, мы с вами на связи, приглашаем актуальных гостей, те, кто нам могут ответить на все те вопросы, которые волнуют горожан. У нас новый телефон, я попрошу его режиссера дать новый номер, пожалуйста, звоните в студию. А сегодня мы будем говорить о совершенно новом направлении, которого еще не было у нас до этого. Ну, собственно говоря, о направлении мы поговорим с нашими гостями. У нас в гостях Юрий Степанец, заступник городского головы, и Андрей Ермолаев. Вот ваша должность для меня, ну, скажем так, звучит угрожающе-пугающе. Это вы начальник департамента внутреннего контроля, в общем, и аудита, там еще, в общем, чего-то, чего-то, в общем, страшного. И в конце есть ключевое слово – протагии коррупции. Давайте вот начнем, наверное, Юрий, с вас. Инициатором создания такого органа, ну, вы, как человек, проработавший много лет в налоговой, наверное, ну, где-то тоже понимаете его необходимость. Что за этим органом стояло? Очень много было гвоздей забито по поводу расширенной штатной структуры. В чем необходимость такого органа сегодня? Как это скажется на работу? И вот что за этим вообще стояло? Ну, создание этого органа назрело давно. Так получилось, что за полтора года работы в мэрии я посмотрел, что есть масса критических моментов, есть масса нарушений, которые надо скрывать, людей надо наказывать за эти нарушения, которые несут потери бюджета. К сожалению, у нас в штате нет аудиторов нормальных, нет ревизоров, нет тех людей, которые будут эти все моменты отсвеживать там. Даже на примере этого же КОПа, который, вы знаете, со скандалом выгоняли директора предприятия, который кормил детей гнилыми продуктами и, по сути, воровал на предприятии миллионы. Проверку пришлось сделать самому лично, потому что нет действительно специалистов, которые могут это сделать. Поэтому созрела такая необходимость создания такого подразделения. Также это требование законодательства. В каждом учреждении и организации численностью больше 50 человек должны быть уполномоченные, либо подразделения, которые будут противодействовать коррупции. Особенно это сейчас актуально в связи с тем, что все чиновники без исключения должны подавать электронные декларации. Во-первых, чиновников необходимо научить эти декларации подавать. Для этого эти люди будут заниматься превентивной деятельностью, так скажем. И затем эти люди должны будут соблюдать, как все-таки эти декларации заполнены, все ли указали чиновники, есть ли доходы, которые не указаны в этих декларациях. Ну, само собой, и будут у нас и телефонные горячие линии, которые будут обращаться к горожане города и сообщать о коррупционных нарушениях в стенах мэрии. Вы знаете, что у нас масса коммунальных предприятий у городского совета, тоже это проблематичность в сегодняшний день их работа. Очень много вопросов возникает как со стороны депутатского корпуса, так и со стороны мэра и его заместителей к работе коммунальных предприятий. Мы, к сожалению, не владеем картиной, что же на самом деле происходит на этих предприятиях, правильно ли ведется финансовая документация, все ли доходы отражаются на этом предприятии, нет ли нарушений каких-то, которые повлекут потом к применению штрафных санкций к данному предприятию. Это что наложится потом на городской бюджет. Городской бюджет будет страдать, городской бюджет это деньги наших горожан, которые они уплатили в виде налогов. Поэтому создание такого подразделения, я считаю, что необходимо. Ну и третье направление в этом подразделении, мы решили создать специальный отдел, можем назвать его даже как санинспекция. Это будет отдел, который будет контролировать и наблюдать за благоустройством в городе, которые будут бороться с незаконной рекламой, с незаконными временными сооружениями, и с мусором на улицах, с грязью, со снегом неубранным, с отсутствием урн возле магазинов, либо каких-то учреждений. То есть, как я и сказал, как санинспекция. Внутренняя безопасность, я бы это так назвал. Ну что ж, тогда вот плавно перейдем к вам, Андрей. Вы возглавили этот созданный департамент. Насколько я понимаю, вы еще толком к работе не приступили, ввиду отсутствия штата. Но, учитывая последние слова Юрия Борисовича по поводу незаконных как раз строений и так далее, вот вы этим последнее время занимались. Ну, собственно, расскажите о планах, что вы планируете делать. И самый главный вопрос, наверное, у каждого сейчас, кто нас смотрит, возник, а не вызовет ли это большой отток чиновников и противостояние вашей работе? Смотрите, департамент только создан. Вот сейчас, сегодня, буквально сегодня на сайте городского совета был опубликован список вакансий в этот департамент. Вот, там в районе 20 вакансий. То есть, фактически мы набираем штат с нуля. Вот, поэтому надеемся, да, месяц висит объявление. Мы проведем конкурс, надеемся где-то в начале мая, ну, как бы запустить уже саму работу. То есть, во-первых, пользуясь случаем, это приглашаю всех там активных, небезразличных горожан поучаствовать в этом конкурсе. Потому что вот по мере своей деятельности я контактирую с очень многими горожанами, которые там возмущаются и незаконной рекламой, и незаконными сооружениями и так далее. Скажем так, незаконными будками. И, соответственно, если кто-то изъявит желание, с удовольствием приглашаю всех попробовать силы в конкурсе, приходить на работу. Вот, после того, как будет набран штат, наверняка надо будет вносить необходимые изменения в бюджет. То есть, сейчас пока, как бы, набирается штат, будем обживаться. Все по-старому. Пока отвечают за благоустройство и демонтаж рекламы темчасовых споруд районной администрации. Но по мере того, как будут набираться люди, мы будем эти функции в районных администрации забирать. И будем заниматься этим. Будем заниматься этим наш департамент. Хорошо. У меня сразу несколько вопросов. Я уверен, что многие, особенно журналисты, мои коллеги, которые посмотрят эту программу, они обязательно зададут. И в статьях мы обязательно это услышим. Первый вопрос. Как будет осуществляться отчет этого департамента? Будет ли это внутренний отчет или это все-таки будут какие-то публичные отчеты? Это раз. Второе. В чем будет измеряться эффективность работы такого департамента? То есть, как сказать, что вы хорошо работаете или плохо работаете? Вот, скажем, есть... Ну, я приведу сторонний пример. Ну, вот, например, есть одно подразделение в одной из машино-автостроительных концернов, которая получает деньги, когда ничего не делает. То есть, это сервисная служба. Да, и чем дольше она ничего не делает, значит, они хорошо сервис этот оказали в то нужное время. Вот эти, думаю, вопросы тоже волнуют всех, потому что подразделение новое звучит угрожающе. Но вот как понять, что это действительно работает? Ну, думаю, до такого прогресса, чтобы ничего не делать, мы еще не дошли в городском совете, хотя идея очень интересная. Вот. Просто, ну, в департаменте три совершенно разных направления. Что касается направления, допустим, возьмем, да, то, что там ближе всего мне, это благоустройство. То есть, по нему есть городские правила благоустройства. Вот. По ним, как бы, они не менялись с 2007-2008 года. Вот. То есть, в первую очередь нужно провести такую методическую работу, изменить правила, ну, в связи с новыми, там, обстоятельствами, с изменениями в законодательстве, с новыми реалиями. Вот. Есть порядки демонтажей рекламы временных сооружений. Хотелось бы их немножко подкорректировать в плане ускорения сроков. Не секрет, что это сейчас занимает довольно-таки длительное время. Вот. Соответственно... Ну, простите, но вы же не будете сами их убирать? Я так понимаю, это будет предписание на районные администрации, правильно? Нет, как бы, скорее всего, не сами у нас будут, как бы, в отделе люди, которые будут выезжать, а так, как и районную администрацию. Районная администрация тоже не сами убирает. Есть подрядчик, проведен там тендер, заключен договор. Подрядчик выезжает, убирает. Районная администрация и полиция контролируют процесс. Вместо районных администраций теперь будем процесс контролировать мы. То есть, теперь уже не будет вот этой вот длинной цепочки районной администрации, письма там и так далее. Я надеюсь, что... Выбирается ряд бюрократических процедур, это раз. И второе, самое главное, что легче контролировать один орган, чем четыре органа. У нас четыре администрации, и, к сожалению, как я уже сказал, ряда бюрократических процедур. Мы пока выносим решение на демонтаж. Уже те люди, которые незаконно поставили временные сооружения торговые, успевают спорить еще не подписанные решения на демонтаж в суде и получить решение суда, что нельзя демонтировать. Понимаете? Мы хотим убрать эту бюрократическую процедуру, чтобы сократить этот период демонтажа. И я так думаю, вы говорите, результат как будет виден. Я думаю, что горожане увидят это воочию. Уменьшится количество... Собственно говоря, на должное, Андрей, но вы бесспорно заслуживаете уважения в плане того, что действительно процесс этот пошел, и это заметно. Горожане это видят. Кстати, нам на программу достаточно много звонят с новыми адресами, то есть с тем, что уже хотят побороть. И, собственно, вы у нас были на программе и знаете об этом. С этим понятно. А что касается внутреннего аудита и вот этой вот протедии коррупции. Коррупция – это страшное слово. Есть 2 миллиона определений этого слова. Как будем бороться? Внутренний аудит, естественно, будет по результатам. Скорее всего, если какие-то процедуры, тендеры и так далее будут найдены нарушения, помогут сэкономить бюджетные деньги, то уже их неэффективность будет определяться этим. То есть ваше подразделение будет проверять законность и экономическую обоснованность проведенных тендеров в рамках, скажем, городского управления? Да, в рамках городского бюджета, коммунальных предприятий. То есть если работа, постараемся, чего же я, как бы, пользуясь случаем, пригласил всех людей, если мы наберем опытных специалистов, то мы не допустим потерь бюджета на неэффективные расходы, завышенные цены. То есть это, знаете, как сэкономленные деньги, это заработанные деньги. То есть, мне кажется, пойдет работа, и это направление тоже принесет свои плоды. Что касается противодействия коррупции, тут же не ставится целью. Есть задачи, поставленные государством, это коррупционные правонарушения, это конфликты интересов, это проверка деклараций. То есть, как бы, тут работа, она так на первый взгляд не видна, не идет речь о сэкономленных деньгах или там об уборке, там, будок или рекламы. Но это такая внутренняя работа, которая необходима, она людей дисциплинирует. Когда дисциплинирует, есть же, как бы, соответствующие правила, которые там надо выполнять. Когда за этим никто не следит, к этому относятся поверхности. Когда будет такое подразделение, которое будет следить, я думаю, что это немножко там повысит дисциплину. Хорошо, у меня тогда еще такой вопрос. Смотрите, вот сейчас в СМИ, ну, не то, что разгорелся скандал, но каким-то образом культивируется история с ООО «Украиночка». Я, честно скажу, не вникал в чем там суть, в чем там суть претензии вот с этим ООО. Но, например, вот вы обнаружили о том, что там, ну, скажем, есть сервитуты, которые выданы, или там договора подписаны с явным нарушением. Вот как ваше подразделение, да, имеется в виду, там, например, установленные мафы. Насколько я понимаю, там как раз вот с «Украиночкой» об этих мафах и идет речь, да, там о каком-то ряде там и что-то в этом духе. Будет ли у вас такая инициатива для того, чтобы выйти на профильную комиссию и в одном результате на сессию, для того, чтобы этот договор разорвать? Или как это будет все устроено? Ну, давайте, если же мы коснулись «Украиночки», я тогда уже вкратце расскажу, может, не все знают. То есть у предприятия территория в аренде, в том числе там под зелеными, не только под зданием вот этого торгового центра, но и прилегающая территория, она как бы там дана для обслуживания этих зданий. Это рынок «Колос», правильно? Да, рынок «Колос», только рядом с домом «Бытой юбилейный». Вот. Сам все время там была там плохонькая, но все-таки зеленая зона, вытоптанная, но где-то там что-то отдаленное, напоминающее. Ее начали варить конструкции, застраивать. Видно, что ее хотят застроить. Скажем так, законодательство, несмотря на то, что земля у людей в аренде, законодательство четко определяет, что для того, чтобы нельзя, даже если она у тебя в аренде, даже если она у тебя в собственности, нельзя делать на это все, что ты хочешь. Вдруг они там небоскреб захотят построить и так далее. Есть существующие процедуры. Если это капитальное строительство, люди должны получить в управление архитектурой градостроительные условия и подать в ГАЗ к декларации о начале работ. Если это малые архитектурные формы, должны подать точно так же в архитектур, получить паспорт привязки к темчасовой споруде. Не первое, то есть мы задали вопрос, были написаны письма в соответствующей инстанции и получены ответы, что не первое, не второе эти собственники не сделали. Вот, соответственно, можно сделать вывод, что возведение, несмотря на то, что земля находится в аренде, это возведение, эта стройка, эти конструкции, они незаконные. Было обращение на депутатскую комиссию, выходил заступник Мишкова Головы Турупалов, докладывал этот вопрос. Пока депутатская комиссия решение не приняла, но мы идем параллельно двумя путями. Все собранные документы при горосполкоме действует комиссия, там укороченное название комиссия по демонтажам, все необходимые документы собраны, направлены на эту комиссию по демонтажу, она рассмотрит эти материалы и в ближайшее время примет решение, и Ингульской администрации будет поручена эти, при поддержке, как говорится, полиции, эти конструкции убрать. Это вот, что касается по этой ситуации. Что касается в общем, то, как я уже говорил, речь идет о том, что да, одной инстанции легче реагировать на все эти нарушения, будем выходить и на депутатские комиссии. Прежде всего, чтобы легче было вот это, со всем этим бороться, надо немножко поменять правила. У нас немножко устаревшие правила на все процедуры 2011 года, правила благоустройства 2008 года, то есть, исходя вот, как сказал Юрий Борисович, что он сейчас уже там в соответствующих реалиях, что иногда как бы уже приезжает демонтировать у людей на руках судебное решение, то есть, это все надо более детально прописать и более быстрее осуществлять эти процедуры. Более эффективно. Более эффективно. Хорошо, Юрий Борисович, у меня все-таки вторая часть вопроса будет адресоваться к вам. Противостояние чиновников таким проверкам декларативным, это все-таки никто никогда не отменяет такую итальянскую забастовку, если помните о чем, если нет, я могу напомнить, ну, для наших зрителей напомню, итальянская забастовка это так называемая забастовка, когда чиновники все начали делать по закону. И страна просто остановилась, это было там, в общем, она повторялась, называется итальянская, потому что, ну, в общем, это исторически так она называется. вот как вы думаете, вот противостояние чиновников такому органу? Ну, я не думаю, что будет противостояние чиновников такому органу. Во-первых, такие органы уже существуют в тех же силовых ведомствах, в той же прокуратуре, там, да, и в той же службе безопасности Украины, и в той же национальной полиции. Есть такие органы, и у нас создали и новые органы, там, и НАБУ, и НАЗК, поэтому я не думаю, что кто-то будет сопротивляться созданию такого органа. Я же хотел еще раз напомнить о том, что первое, чем будет заниматься этот орган, это превентивная деятельность. То есть этот орган будет делать все так, или действие этого органа будет направлено на то, чтобы не допустить коррупции. То есть, допустим, вот вы поняли первый вопрос по Колосу, как документы, правильно, неправильно были составлены документы там по аренде. Вот этот орган, который будет противодействовать коррупцию, он должен сделать антикоррупционную экспертизу этого документа. Должен посмотреть, не привлечет ли коррупционным действием подписание такого документа, либо там, издание такого документа, либо какого-то распоряжения там, городского головы, которое готовят те же чиновники. То есть обязательно будет антикоррупционная экспертиза документов, которые сдаются. Обязательно будут изучены все полностью технологические карточки всех процессов, которые происходят в мэрии. То есть чиновник действует каким-то правилом. Есть технология, есть технологическая карточка, Так вот, задача антикоррупционного органа должна быть изучить эти все действия и исключить полностью коррупционные какие-то составляющие в его действиях. Ну и, конечно же, если уже будут у нас и коррупционные деяния каких-то странных чиновников, они скрывать нечего не есть. Это прекрасно все понимают горожане, судя по жалам, которые не часто обращаются, что там вымогают, что-то там затягивают процесс, там не вовремя рассматривают документы. Что такое значит не вовремя рассмотреть документы? То есть человек уже создает предпосылки, чтобы его пришли, отблагодарили, чтобы он рассмотрел документ, который он должен рассмотреть в какие-то определенные сроки. То есть за всем это будет наблюдать и будет за этим следить этот антикоррупционный наш орган, который должен привести в порядок все действия чиновников, чтобы исключить антикоррупционные составляющие в их действиях. Есть еще два вопроса, но они такие узкоспециальные. Я прошу прощения заранее у наших телезрителей, кто, может быть, не сильно разбирается в этом. И вместе с тем, есть определенная сфера, грубо говоря, интересов, на которой существует государственная монополия. Например, проведение оперативно-розыскных действий и так далее, скрытого наблюдения и так далее и тому подобное. То есть у вас такие функции каким-то образом будут или это будет? У нас этих функций не будет, потому что вы правильно сказали, есть определенная государственная монополия на эти действия, на те же оперативно-розыскные действия и так далее. Составление протоколов по коррупции, для этого есть специальные уполномоченные органы, которые определены законодательством. Поэтому собранные материалы, которые будут собираться работниками данного подразделения, как вы сказали, как будем видеть эти материалы. Мы определили и в положении департаменту прописано, что все материалы вложатся на стол в городском уголове и депутатским группам, депутатским комиссиям по направлениям профильным. Если мы нашли нарушение по земле или архитектуре, естественно, это вынесено на депутатскую профильную комиссию по земле и архитектуре. Если нашли нарушение, связанное с транспортом, вынесено на депутатскую комиссию с транспортом, нашли нарушение, связанное с развитием предпринимательства, опять же, вынесено на профильную комиссию. То есть об этом будут знать и депутаты, и мэр. Естественно, мэр должен будет принимать решение по данным материалам. Если действительно там будет составляющая такая, что необходимо передавать материалы правоохранительные органы, мы будем передавать материалы правоохранительные органы, и в ту же СБУ, и в ту же прокуратуру, и в ту же национальную полицию, где необходимо составлять протоколы по коррупции, должны составлять протоколы по коррупции. Где необходимо возбуждать, регистрировать впроваживание уголовное, там необходимо регистрировать впроваживание, и дальше заниматься уже в рамках уголовного кодекса. Хорошо, тогда у меня еще такой вопрос. Простите, что мы так узкоспециально немножко поколупаемся, вместе с тем это очень, например, интересно. Есть такой рынок Клаксон, в котором существует, ну уже как бы ни для кого не секрет, существует такая коллизия определенная. Эта коллизия заключается в том, что, например, там, то есть где-то там через этот рынок проходит газовая труба, на которой строить нельзя, собственно говоря, вот документы, на основании которых принималось решение когда-то, в них есть согласование о том, что, ну, то есть газовая служба не против. Потом буквально там через две недели или через три появилось решение, где они против. То есть они со своим же письмом, свою же подпись отбирают. В этом случае какой будет порядок действий, если вот с такими нарушениями, грубо говоря, выходящие за компетенцию городского управления. То есть это, ну, собственно говоря, газовая служба, это все-таки отдельная... В любом случае мы будем сообщать об этом компетентным органам о том, что какая-то служба, либо это газовое хозяйство, либо это облэнерго, нарушает законодательство, и чтобы они приняли меры к тем, кто нарушил законодательство. То есть я так понимаю, что будет еще создана какая-то там, ну, в общем, какой-то профессиональный контакт с профильными силовыми структурами. Естественно, порядок взаимодействия еще никто не отменял. Поэтому обязательно будет взаимодействие с заинтересованными структурами силовыми. Как я уже говорил, это СБУ и прокуратура, и национальная полиция. Хорошо, тогда у меня еще тогда вопрос, уже вернемся на землю. Вернемся так, как это коснется простых горожан. Это каким образом будет осуществляться прием жалоб, обратная связь? Вот как можно будет вам позвонить, написать, я не знаю, в Фейсбуке, например, ну, то есть сейчас современное свойство коммуникации. Как это вы видите, как это будет, и куда, если что, звонить, писать, и по каким, главное, вопросам? Смотрите, по коррупции, как бы, требование законодательства, это горячая линия. Она будет сделана. То есть будут телефоны, куда граждане могут обратиться. Это само собой. Прогласуточная причина. Вот. По поводу, куда писать. Ну, так же само, как люди писали жалобы, то есть на имя городского головы. То есть он уже будет распределять за принадлежностью. То есть если это будет, как бы, наша компетенция, он на нас ее распишет, мы отработаем, и заявитель получит ответ. В Фейсбуке, можно в Фейсбуке, я отвечаю всегда в Фейсбуке, там в меру сил, когда не загружена работой. То есть как угодно. Сообщить можно как угодно, в том числе и даже через средства массовой информации. В наших положениях написано, что мы должны в том числе и реагировать на публикации в средствах массовой информации. То есть можно, даже если там никто не сообщит, но будет какая-то публикация. Коллеги мои накопают. Да, то есть как только наберем штат, будем отслеживать средства массовой информации, будем реагировать даже на публикации в средствах массовой информации. Я бы хотел, буквально там у нас пару минут осталась программа, я бы хотел, чтобы вы для наших зрителей четко ограничили перечень вопросов, по которым обращаться именно непосредственно в ваше управление, в ваш департамент. Смотрите, первое, коррупция, факты вымогательства, затягивания и так далее. Второе, благоустройство, то есть нарушение правил благоустройства, неубранный мусор, то есть будут приходить инспектора, находить собственников, штрафовать. Неубранный мусор, незаконные тайм-часовые споруды, незаконная реклама. Вот, наверное, зимой не убранный снег у магазина, потому что за каждым магазином закреплена территория, которую он обязан убирать. Это второе направление. И третье направление, больше, конечно, не граждане, возможно, какие-то юридические лица, которые участвуют в тендерах, конкурсах с жалобами на то, что они считают, что тендер, конкурс или что-то прошло незаконно. Ну, тогда вот еще пару секунд, благоустройство. Вы сказали, законное, незаконное, а как в теории простому гражданину определить, законно это будка или законно это точка или нет? Ведь очень многие стесняются просто попросить даже документы, потому что у нас это не принято. У нас это не принято и не факт, что они есть у продавца. Ну, все очень просто, как бы, если она появилась внезапно, вчера не было, а утром, ночью, законно, все, что законно, оно не прячется. То есть, это придут, будут монтировать дням. Обычно незаконные быстро привезли, на три кирпича сгрузили и бросили. То есть, то, ну, это как первые признаки незаконной темчасовой споруды. Вот. В любом случае, человек не знает, мы не знаем. То есть, будет обращение, будем проверять, будем брать у земли, в архитектуре информацию, точно так же, как вот брали по ситуации с Украиночкой. Будем писать запросы, будем выяснять, давались ли какие-то разрешения, и потом будем реагировать. Ну что ж, спасибо большое нашим гостям за то, что пришли. Для вас, уважаемые телезрители, хочу сказать, что действительно, ну, как бы, да, мы каждый кузнец свое счастье. И наш вид нашего города зависит во многом от нас, ну, как минимум, у нас появился еще один, я бы сказал так, уже доказавший свою эффективность Андрей Ермолаев. И орган, который будет заниматься наведением порядка, будем надеяться, что это будет гораздо эффективнее. То есть, обращайтесь, я думаю, что в мае мы еще обязательно Андрея пригласим, где он уже более подробно расскажет и даст контакты, те, которые необходимы. Спасибо, что были с нами, до встречи в следующую среду, не переключайтесь, телеканал Николаев, с нами всегда интересно.